К другим темам. В новосибирских вузах в этом году увеличат количество бюджетных мест для магистрантов. Для тех, кто получал высшее образование по классической системе, объясню. Это студенты, которые уже отучились 4 года и получили диплом бакалавра. А в магистратуре они изучают более узкую специализацию. И, собственно, специалистами они только после этого и становятся. Так, педагогический университет в этом году примет в магистратуру в 2,5 раза больше студентов, чем в прошлом. Но это не единственное новшество, которое ждет абитуриентов. Подробнее расскажет Лидия Захарова. В сквере у Государственного технического университета в эти дни разбит целый палаточный городок. Волонтеры с каждого факультета готовы ответить на все вопросы абитуриентов. Впрочем, многие приходят уже зная, где хотят учиться. Я выбрал специальность энергетика, куда хочу поступать. Она весьма прибыльная, работа в ней всегда есть. Люди же всегда потребляют электричество и тепло. Поэтому я всегда смогу найти работу с этой специальностью. Государству нужны инженеры и технологи. А потому бюджетных мест будет больше именно на таких специальностях. Акцент на подготовку магистрантов, то есть более узких специалистов. Количество магистрантов увеличивается. Политика будет такова, что магистранты это готовят уже профориентированно или специально подготовлено для определенного рынка или предприятия труда, выпускников, допустим, инженеров. То есть он заканчивает бакалавриат, а два года проводит специализацию. Наши университеты несколько лет назад заявили о том, что они все будут стремиться к магистерско-аспирантскому типу. То есть мы изначально себя позиционируем как регион и вузы, где будут готовиться элиты высшего образования. Новых специальностей немного. Все с учетом рынка. В Кузбасском государственном техническом университете в этом году, например, начинают готовить специалистов ЖКХ и проектировщиков зданий. Мы тесно, как всегда, сотрудничаем с работодателями, с прямыми нашими, скажем так, людьми, для кого мы и учим наших студентов. То есть по им просьбам был открыт этот профиль и еще второй профиль также в направлении строительства – это ЖКХ. То есть все было согласовано институтом, нашим строительным институтом, и были все подготовлены учебные планы. Вот эти два нового введения. По данным рекрутинговых агентств, самая высокая зарплата на старте карьеры ожидает программистов. Следом идут продажи, банковская деятельность и маркетинг в сфере рекламы и пиар. Меньше всего на старте платят специалистам в области логистики. В Новосибирске, допустим, средняя заработная плата – это порядка 30 тысяч рублей. И получать именно такую заработную плату, может быть, иногда чуть выше, имеют все возможности специалисты сферы IT. Но для этого они должны, может быть, со второго, с третьего курса, тут чаще всего начинают, это активно набираться опыта работы, опыта работы по специальности. По словам специалистов, кризис на зарплатах новичков отразился слабо, но вот устроиться в хорошую компанию стало сложнее. Выпускник вуза должен быть более квалифицированным, чем пару лет назад. А потому многие абитуриенты, сдав аттестаты в приемную комиссию, начинают искать работу, чтобы одновременно получать и знания, и опыт. Лидия Захарова, Дарья Швыткая, Дарья Тарасенко и Дмитрий Кабанов. Новости РНТВ, Новосибирск.